Живут не на Майдане, а в Майдане. С рождения. Это село такое. Как живут и что думают о Майдане столичном, с коренными майдановцами пообщалась Ольга Вахованская. Населенных пунктов с названием Майдан, только в Ивано-Франковской области мы насчитали три. Есть верхний, средний, а вот просто Майдан. Село расположено в нескольких километрах от областного центра, буквально возле самой трассы. Здесь нет промышленных предприятий, заводов и даже фермы. Здесь безработица. Кто не трудоустроился в областном центре, уехал за границу. Но последние события майдановцев обнадежили. Люди верят в Майдан. Я бы, меня, как бы кто-то видит на Майдан, я бы там еще три дня ночевала, чтобы я годна. Активность и патриотизм жителей Майдана в сельсовете объясняют просто. Так сложилось исторически. У нас тут черный лес. И все, что было связано с УПА, мы столько, будем сказать, борцы за независимость и самостоятельную Украину. События событиями, а зима по расписанию. Сейчас и местные майдановцы активно запасаются дровами, экономят газ и мечтают, как будут жить в Европе. Я не буду экономить на дровах, а буду палить газом в себе в Вильню. И Европа нам должна помочь. Кстати, самого Майдана в селе Майдан нет. А еще нет клуба. Старый, аварийный, закрыт. Строительство нового пока не предвидится. Ольга Выхованская, Зиновий Автоназ. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковская область.